Эпидемиологическая ситуация в области вновь становится главной. Тема коронавируса была основной на еженедельном заседании штаба по комплексному развитию региона. Губернатор Сергей Морозов отметил, что отдельные руководители торговых сетей снижают требования к качеству товара. Не обращают внимания на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе в учреждениях общественного питания. Только в одном ресторане, который посмотрел три ресторана, увидел о том, что на входе стоят, проверяют температуру, дают и обязывают, обязательно используют антисептик. Спрашивают, нужна ли маска. Ну и простые остальные требования. Я уж не говорю о том, что находится на столах. Там в двух других нет ничего. В летних кафе ничего вообще нет. Это никуда не годится. Глава области пригрозил, что нерадивых рестораторов будут штрафовать. А самым злостным нарушителям могут грозить жесткие санкции, вплоть до закрытия заведения. Для помощи Роспотребнадзору создадут специальные эпидемиологические патрули. Волонтерское движение поможет отследить соблюдение всех норм в городе и области. Принимаемые меры, однако, не должны помешать нормальной жизни в регионе. Губернатор заявил об открытии сезона ярмарок. Для того, чтобы стабилизировать цены на продукты питания, а еще лучше дать возможность, чтобы эти цены были существенно снижены и в торговых сетях, и на рынках. Для того, чтобы дать возможность нашим с вами землякам провести запасы продовольствия на осенний, зимний и весенний сезон, принято решение провести ярмарку в новом городе. Первая ярмарка пройдет уже 3 октября. На ней будут соблюдаться все необходимые санитарные меры. Перед открытием площадку полностью продезинфицируют. Каждую торговую точку предварительно обследуют. А продавцы будут торговать в масках и перчатках. При формировании самой схемы размещения сельскостаропроизводителей на ярмарке будут организованы определенные рекомендованные, скажем так, меры приосторожности и социальной дистанции от торговых прилавков не менее полутора-двух метров. В связи с этим количество посетителей или участников так называемых сельскостаропроизводителей ярмарки будет сокращено практически в 50%. Вопрос о здравоохранении продолжает оставаться наиболее задаваемым среди жителей области. Ульяновцы волнуют нахождение здоровых и больных в одних очередях. Вместе пациенты ждут приема по нескольких часов. Опасно нахождение в смешанных очередях детей. В условиях пандемии такое положение к хорошим результатам привести не может. За поликлиниками закреплены 5 человек, которые вместе с главврачами будут решать вопрос. В течение недели пройдет перекрестный аудит между учреждениями здравоохранения. Он поможет выявить случай нахождения больных и здоровых в одних очередях. Эта неделя вся посвящена именно этому. Параллельно с этим любой случай, поступающий нам от СУРа, описанный в тех обращениях, отрабатывается отдельно Министерством здравоохранения с конкретным человеком. Вот это те меры, которые на сегодняшний день прописаны, начали работать. Думаем, что к четвергу к штабу по коронавирусу мы уже первые результаты этой работы запущенной сможем доложить. Заболеваемость коронавирусом вновь начала существенно расти, подчеркнул губернатор. Глава области напомнил, что продлила ограничительные меры до 25 октября. Но ситуация продолжает меняться. И меняться не в лучшую сторону. Поэтому губернатор объявил о ряде дополнительных мер. Мы должны существенно усилить подготовку наших больниц к росту числа заболевших. А значит потратить очередные очень приличные финансовые ресурсы. Мы должны рекомендовать работодателям вернуться как можно больше своих работников на удаленку. Перевод сотрудников на удаленную работу должен коснуться и чиновников. Губернатор поставил планку в 30%. Не меньше такого количества сотрудников должны уйти на удаленку в управленческом аппарате. Кроме того, губернатор призвал пожилых людей оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции. Должен ужесточиться контроль за передвижением людей в общественном транспорте и нахождении в общественных местах. Глава области отметил, что вузы и часть других образовательных учреждений могут быть переведены для дистанционную работу. Также губернатор обратил внимание на сокращение количества протоколов о нарушении прописанных в указе МИР. Егор Тстов, Новости ЦУПРАДА ТВ Продолжение следует...